Всем привет, это Баштам Башта. Нам очень сильно понравилась статья Кактус Медиа о Раимбеке Матраимове, и мы решили записать по ней видео. Со статьей вы можете ознакомиться по ссылке в описании. Итак, поехали! ВВП Кыргызстана за 2020 год составило 7 миллиардов долларов. А по данным расследования Азаты, Клоп и ОССРП, Раимбек Матраимов вывел из Кыргызстана 700 миллионов долларов. Это 10% от ВВП целой страны. Долгое время экс-таможенник не признавал своей вины и даже подал иск на журналистов с требованием взыскать 60 миллионов сомов. Но в итоге 11 февраля суд признал виновным Раимбеком Матраимов по статье «Коррупция» и назначил ему штраф 260 тысяч сомов. Крупнейший коррупционный скандал в истории Кыргызстана закончился выплатой 3 тысяч долларов, а виновный остался на свободе. Редакция «Кактус Медиа» собрала аргументы в пользу того, что дело Матраимова – это крупнейший прецедент, который дает полный карт-бланш коррупции в Кыргызстане. Дело Матраимова показывает, что на протяжении 10 лет власть, Генеральная прокуратура, Финпол и другие органы либо не знали, либо закрывали глаза на коррупцию на таможне. Даже после того, как журналисты обнародовали факты о выводе 700 миллионов долларов из Кыргызстана, как такого реакции не последовало. Президент Джеймбеков защищал Раимова, требуя факты. А ГКМБ без доказательств обвинила Али Токтакунова в том, что он взял взятку 100 тысяч долларов у Айркена Саймайте за это расследование. Более того, по итогам парламентских выборов во власть могла прийти партия Микиним Кыргызстан, которая также связана с семьей Матраимовых. Пришедший к власти Садыр Джапаров обещал разобраться с Матраимовым. Однако, буквально за несколько недель его риторика по делу Матраимов кардинально изменилась. 10 октября Матраимова задержали, но отпустили его в тот же вечер. Позже Садыр Джапаров сказал, что это он настоял на том, чтобы Матраимова отпустили, в обмен на то, что он возместит ущерб государству. В итоге Раим Матраимов заплатил 2 миллиарда сомов, а не 700 миллионов долларов, о которых говорили журналисты. Заплатил 3 тысячи долларов и вышел сухим из воды. 21 октября Садыр Джапаров объявил об экономической амнистии. Суть ее заключалась в том, что если коррупционеры оплатят ущерб государству, то они не понесут уголовной ответственности. Подавляющая часть средств поступила от Матраимова, что позволяет сделать предположение о том, что эта амнистия была сделана для одного человека. Ранее в законодательстве не было нормы, которая позволяла бы уйти от уголовной ответственности коррупционеров, которые компенсируют ущерб. Именно для этого было принято решение внести некоторые нормы в Уголовный кодекс. По идее, государство должно стремиться к прозрачности перед обществом. Особенно, когда это касается резонансных дел, получивших международный охват. Именно таким было дело Матраимова. Однако, госорганы отказывались отвечать на запросы СМИ касательно того, на основании какого документа были сделаны выплаты Матраимова. Ни в ГКМБ, ни в Минфине не дали ответы. До сих пор нет ответа, почему Матраимов выплатил только 2 миллиарда сомов, а не 700 миллионов долларов. Получается у вас действительно. Умеете, могете просто. Также неизвестно, пресечено ли влияние Раимбека Матраимова на ввоз товаров на границе Кыргызстана. И будет ли когда-либо дана оценка расследованием СМИ по делу Матраимова. Дело Матраимова наглядно демонстрирует, что государство лояльно относится к крупным коррупционерам. Теперь заниматься коррупцией в больших масштабах становится менее рискованно, чем раньше. Даже если попадешься, то новые поправки в Уголовный кодекс защитят тебя от уголовного преследования. Для этого достаточно пойти на сделку со следствием и выплатить ущерб государству. При этом не ясно, кто и каким образом будет рассчитывать, сколько ущерба ты нанес государству. За 30 лет именно коррупционеры во власти довели страну до такого состояния, когда сотни тысяч кыргызстанцев вынуждены мигрировать и работать в тяжелых условиях, пока их дети здесь растут без родителей. Учителя и врачи получают копейки, а нищета охватила практически весь Кыргызстан. И в это же время они покупают себе квартиры в Дубае, которые отправляют учиться своих детей в Европу, в Америку, а сами лечатся в лучших клиниках мира. И возникает вопрос, а справедливо ли то, что они избегут наказания за содеянное? Справедливо ли то, что они избегут наказания за то, что довели страну до такого состояния, а дальше будут жить на награбленные у нас с вами деньги? Мы считаем, что нет. Каждый коррупционер, который ворует деньги, каждый человек, который ворует наше будущее, должен понести самое строгое наказание.